Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и, конечно же, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами сегодня политический аналитик Александр Кочетков. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Немецкое издание Bild торжественно сообщает о том, что Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Это следует из секретного документа Министерства обороны страны. Ну, видать, документ не такой уже и секретный. Речь идет о том, что уже в феврале этого года может произойти возможная эскалация отношений между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, в котором шаг за шагом описывается, как будет действовать Путин и как НАТО придется защищаться. В этом сценарии Бундесвера эскалация начнется всего через несколько недель. Вскоре после этого в бой придется отправить десятки тысяч немецких солдат. По сценарию Россия запускает волну мобилизации, призывает в армию еще 200 тысяч человек в феврале этого года. Весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине и на фоне недостаточной поддержки Запада до июня этого года нанесет вооруженным силам Украины поражение. Далее по сценарию Россия провоцирует агрессию против этнических российских меньшинств. В Прибалтике начнутся столкновения и Россия проведет крупные учения Запад-24 с привлечением 50 тысяч солдат. Уже в октябре этого года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград с целью удара по Сувалкскому коридору. Ну а в декабре после выборов в Соединенных Штатах Америки может начаться пограничный конфликт и определенные беспорядки, если мы говорим о Сувалкском коридоре. И уже в январе 2025 года Польша и страны Балтии соберут заседание Совета НАТО и заявят о росте угрозы со стороны России, которая в марте перебросит дополнительные войска в Беларусь и границам Прибалтики. Ну и в день Х, согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдает приказ о переброске на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч военных Бундесвера. Александр, скажите, пожалуйста, как вам такая легенда или это вовсе не легенда, а вполне себе рабочий сценарий? Не легенда, не вполне рабочий сценарий, я рассказываю, как она есть. Опубликовал Бильд, ну считается желтое издание, все такое прочее, но у Бильда есть, у него есть деньги, соответственно, у него есть свои источники, в том числе и в правительственных кругах, и в кругах близких спецслужбам натовским, это одно. Ну, во-вторых, этот же самый Бильд вот в точности нарисовал план агрессии России накануне ее вторжения, и тогда все смеялись. А вот сейчас он нарисовал следующий план, и все уже не смеются. Что принципиально важно, что вот эта бюрократическая натовская система, она медленно-медленно, несмазанная шестеренки, такие проворачиваются, и они начинают думать, а что ж может быть, и они начинают воспринимать Россию как агрессор. В свое время НАТО создавалось против Советского Союза и Варшавского доллара, и там любой чих советского руководства воспринимался, ну уже как прямо чуть ли не завтра ядерная война, они были все время насторожены. Насторожены. Вот это НАТО сегодняшнее, оно разлинилось, оно забюрократизировалось, и они там просто делят какие-то бюджеты, проводят какие-то акции, следят за гендерным равенством. Ну, слава богу, они начинают вспоминать свое истинное предназначение, что это блок, который обеспечивает безопасность Европы и мира, и они, так сказать, готовятся к возможным сценариям. Раз. Второй момент. Откуда же бить такой в данном случае грамотный, начитанный, информированный? Дело в том, что подобные планы, и этот конкретно, продуцируют не генеральный штаб России, а продуцируют некие агентства аналитические, которые находятся и сотрудничают с администрацией президента Путина, с Государственной Думой, с тем же генштабом. И они эту информацию выбрасывают в открытый доступ. Потом на основании докладов генеральный штаб России, они там не хватают звезд с неба на самом деле, они что-то там компилируют на основании предложений своих, так сказать, партнеров аналитических. И было достаточно много выброшено планов нападения на Украину, было много выброшено планов нападения на НАТО. И в данном случае, если говорить серьезно, то сразу можно вычеркивать вот этот вот пункт, это российский, российского происхождения пункт, о том, что у России появятся средства и возможности как бы бросить часть войск для того, чтобы сдерживать вооруженные силы Украины. У них появятся некие свободные ресурсы, которые они могут направить на провокацию, на эскалацию против НАТО. Вот это полный бред. Они сейчас из последних сил, равно как и мы, напрягаются, чтобы сдерживать фронт. Если они что-то начнут оттягивать и не бросать на этот фронт, то у них фронт рухнет и покатится. То есть все силы, которые есть, на Суваловский коридор у них сил, в общем-то, нет. Это раз. Во-вторых, учений никаких они производить не будут. Учения они производили, чтобы подготовить свои войска и каким-то образом замаскировать свои действия. И уже маскировки никому даром не нужны. Все уже понимают, о чем идет речь. Да и, в общем-то, подготовка Российской армии, к сожалению, прошла на полях Украины серьезную. Так вот, в данном случае не будет никаких учений и маскировочных моментов. А будет попытка бросить часть Российской армии, которая находится в Беларуси, несодействованной военных операций, и белорусскую армию. То есть втянуть диктатора Лукашенко в эту провокацию. Вот тут они могут вполне постараться. То есть в Украине будет происходить то, что будет происходить. А белорусскими силами, и частично те, которые там находятся, ну, они что-то вроде надзирателей за концлагерем, которые караулят белорусов. Да, вот они их попытаются выпихнуть в то направление. Вариант возможный, теоретически. Но все зависит от того, насколько скверно у них будут складываться дела в Украине. Если вот будет продолжаться вот такая ситуация, как сейчас, тяжелая, кровопролитная, очень напряженная позиционная война, у них просто физически не будет такой возможности. Если НАТО не хочет, чтобы этот сценарий, который они, слава богу, начали там репетировать что-то, к чему-то учиться, готовиться, если они не хотят даже минимальных ужасов войны испытать, им надо максимально поддерживать нас. Александр, то есть в качестве небольшого такого резюме и итога, то, что касается публикации «За Бильды», есть определенная часть правды, но и, конечно же, есть определенная часть вымысла. Ну, это опубликованное предложение, которое в значительной степени будет скорректировано жизнью. А главные события этой жизни касательно этого сегмента происходят как раз в Украине. Ну и, кстати, накануне появления вот этой самой публикации один из заместителей из Толтенберга, зам генсека НАТО, призвал готовиться к тому, что война Украины и России будет длиться долго и, возможно, не закончится даже в следующем 2025 году. Ну, естественно, перспектива огорчает и радует. По поводу 2025 года, насколько высока вероятность того, что вот эта война, она будет длиться и в 2025 году, и, возможно, еще и в 2026-2027? Ну, я вам так скажу, Путин, он повернутый на Советском Союзе, он когда-то заявил, что крушение Советского Союза – величайшая геополитическая катастрофа столетия, всякая ерунда и прочее. Ну, он тогда был типа молодой, да. Суть в том, что они всячески подстраиваются, превозносят этот Советский Союз. Мы с пятилетками, это важно нам помнить. Война, которую они называют главной войной в истории человечества, Вторая мировая, она длилась тоже пять лет. Соответственно, Путин запланировал, когда они решили, у них близкли, не удался они решили переходить в позиционной войне, то они запланировали ее на пять лет. То есть даже не про 2025, а про 2026 год идет по планам России. И вот в данном случае Россия является определяющим фактором. Она способна, так сказать, вести именно позиционную войну. Мы в этом смысле значительно менее способны, мы значительно больше способны. Зависим от наших партнеров и от внутренних наших вещей. Вот мобилизацию за нас разумную, эффективную, никто провести не может. Это дело только наше. А вот Россия способна планировать. Поэтому я и к 2025 году отношусь, ну так, не то чтобы скептически, а вовсе не вижу это финальной датой. Вполне возможно, что речь может идти и про 2026 год. Ну а насколько своевременно, на ваш взгляд, глава Минцифры Михаил Федоров призывал украинцев собирать First Thorson View дроны прямо у себя дома? И учитывая ваш бэкграунд, определенный опыт и знания, возможно, вы уже начали у себя дома собирать такие вот дроны? Это точно. Мой бэкграунд инженера-конструктора, инженера-технолога, вот этот весь мой бэкграунд стал, так сказать, дыбом остатки моих волос и здравого смысла. Ну, я полагаю, что это у министра Федорова айтишника, между прочим. Это такая эмоциональная незрелая реакция на очень неприятные удары, ракетные удары агрессора. Именно по нашему ВПК об этом не пишут, правильно делают, но тем не менее удары были, нанесены достаточно серьезные повреждения, погибли люди, погибли специалисты. И вот такая вот выплеск этой эмоции. А вот про рассредоточение наших производств и защищенности говорилось давно, тем не менее атака произошла, и вот теперь давайте рассредотачивать раздошанной квартиры. Честно говоря, это технический бред. Это технический бред, и он полностью вот это предложение свидетельствует о полной неграмотности технической, технологической, тех, кто это произносит. В принципе, я и сам говорю много о том, что да, можно производить в частности дроны, но при обязательном соблюдении следующих непременных условий и выполнении этих условий. Как раз задача государства, как раз задача министров, кабинетами и вот этого Федора, а именно нужно разработать, утвердить четкую техническую документацию. То есть это конструкторская документация. Что этот собой дрон представляет? Технологическая документация. Как именно техпроцесс, как его собирать, что, зачем. И принципиальные точки проверки. И в следующий момент оснастка технологическая. То есть это если делать серийные, чтобы они были одинаковые и качественные, нужно определенное приспособление тоже централизованно разработать, ну, как минимум чертежи, чтобы можно было его устанавливать, чтобы были там некие точки проверочные, чтобы можно было проверить его состояние после сборки, чтобы в эту технологическую оснастку входили те измерительные приборы, которым контролируют. Иначе ты получишь устройство, которое будет опаснее для наших бойцов на фронте, чем для врагов, поскольку это будет кустарное производство, кустарные изделия, которые непонятно как работают. Кроме этого, необходимо централизованное обеспечение самыми сложными частями, опять-таки, от государства, двигатели, системы управления для этих дронов, аккумуляторная батарея. Это государство должно закупать и направлять по всем этим сборочным производствам, не по квартирам, по небольшим сборочным производствам, я скажу о них отдельно. Кроме этого, да чтобы централизированное финансирование, ну так, чтобы каждое маленькое предприятие не доставали наши фискалы-силовики, не выжимали из них копейку, не было идиотской бумажной вот этой отчетности, ну бреда, никто не станет работать никоим образом. Возглавлять такие предприятия должны быть обученные люди, которые способны обучать своих сотрудников, и самое главное, надо вводить военную приемку, чтобы за каждым таким небольшим предприятием присматривал специалист, желательно с советским, то есть настоящим техническим образованием, который сам-то уже собирать, может быть, по возрасту не может, ну вот как я, а контролировать соблюдение техпроцесса, и что там все на этом производстве нормально, и что у людей руки растут с нужного места, вот это можно, но делать такие производства, те централизованные, надо не на квартирах, это бред сумасшедшего, идиот, извините меня, это могут быть производства сервиса, которые сложных бытовых изделий, вот холодильники, телевизор, пылесос, вот те, которые занимаются, там есть такие возможности, автогаражные мастерские, особенно при кооперативах гаражных, возникают такие мастерские, в свое время, в советское время, много их было сейчас, они есть, там и оборудование, там и станки, там есть люди с руками, которые способны, в общем, есть там машино-тракторные станции, в свое время, там где сельхозчестников чинили, вот там это можно делать, и не к дому, но соблюдение вышеперечисленных условий необходимо, если хотя бы одно из условий не соблюдать, ничего из этого, из этой затеи, к сожалению, не выйдет. Александр, смотрите, что говорит Федор, он говорит, что желающие могут пройти соответствующий курс обучения, в зуме прослушать лекции, а вот собранные дроны необходимо будет отправить инструкторам, которые будут проверять и передавать военным. Курс бесплатный, то есть обучение бесплатное, но судя из цитаты министра, закупать комплектующие для дрона должны будут непосредственно сами участники вот этого проекта, который, скажем так, напоминает проект «Очимелые ручки» в рамках программы «Пока все дома». Ну вот пока, видно, не все дома. Нет, абсолютно. Украинскую новую, хорошую слову, «Маячня». То есть это полная бредятина, не будет это. Так это не работает. Я же говорю, начинаем со специалистов подготовленных, которые знают, что это делать, те, которые находят вот эти вот производства, разбираются с этими сервисами, где можно развернуть такое производство. Они же берут и обучают тех работников. Государство само по опту, по оптовой цене закупает то, что нужно, потому что, если пустить это на самодеятельность, на Алиэкспресс, то оно закупает, чего попало. Оно же не будет соответствовать тому, чему нужно. Но начинать нужно, на самом-то деле, с сбора специалистов. У нас десяток человек, которые реально разбираются в производстве дронов. И это не министр Феодора, к сожалению, со всей его армией дронов, которые делают правильное дело. Но собрать надо специалистов. Там есть Юрий Касьянов, есть еще несколько людей, с фронта вытащить, условно говоря, там Мадяра вытащит с фронта, собрать их и разработать типовые конструкции десяток этих дронов, которые можно собирать в полукустарных условиях и выпустить ту самую технологическую документацию, которая сказала, четко для самого, так сказать, нетехнически образованного человека, что, зачем и как проверять, какие точки. Пошаговая инструкция, скажем так. Пошаговая инструкция. Пошаговая инструкция с последующей проверкой. И организовать с разнейшим образом вот эту самую военную приемку. Иначе не будет же качества. А это же не шутка. Ну, Александр, пока наши соотечественники начинают собирать дроны у себя дома, а Путин готовится воевать с НАТО, по состоянию на сейчас, на утро понедельника, 15 января, нет официальной, окончательно подтвержденной информации, но все же, определенная информация есть и предлагаю обсудить. Украинские военные вечером 14 января над Азовским морем сбили российский самолет А-50 и подбили воздушно-командный пункт ИЛ-22. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в силах обороны. Следует сказать о том, что в России на вооружении всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50. Цена 330 миллионов за штуку. Самолет имеет решающее значение для атак, поскольку обеспечивает координацию с истребителями и создают картину воздушного боя. Напомню, что на момент нашего разговора еще нет окончательно официальной подтвержденной информации, но если вот это самое случилось и эти самолеты отправились вслед за русским кораблем, то интересно вот что. А как их и чем сбили? Замечательный вопрос. Это, честно скажу, редкий случай, когда я задачен, и я задачен приятно, поскольку я, например, специалист, однозначно сказать, чем именно удалось достичь такого замечательного, подчеркиваю, замечательного результата, вот я, например, не могу. Соответственно, враг тоже в определенном недоумении, только у меня недоумение приятное, а у него недоумение раздраженно, раздраженное, там, раздраженное непонимание и ярость, которые у них обычно охватывают. Ну, это вот то, что происходит с Медведевым после Литра обычно. Уточнение. Один из самолетов, комбатный пункт, это Ил-119, он дотянул до Анапы, там есть повреждения, там есть раненые, там скорая помощь, в общем-то, не случайно там была. А А-50, вроде как, это самое, пошел по пути крейсера Москва. Кстати, по крейсеру Москве тоже официальная информация, запасовала, но были достаточно серьезные утечки. Вот точно такая ситуация у нас. Так вот, ну, в принципе, хотелось бы, чтобы это была первая боевая задача, которую успешно выполнили, F-16. Они, в принципе, которые появились бы у нас в этот момент на фронте. Они, конечно, могут выполнить только у закачивания, но появление их не прошло. Даже одного, они летают звеньями, даже от того, не прошло бы незамеченно, и враг бы там выл от ярости, и проклинал бы Запад, НАТО, и все. Такого нету по поводу F-16 молчания. Скорее всего, это такие славные Патриот, которые, как оказалось, значительно лучше, чем про него предполагалось. Но даже для Патриота это далековазо тайность поражения. Соответственно, получается, что если это Патриот, то к нему появились дальнобойные ракеты, что вообще совершенно замечательно. Либо это работает программа Франкенса, которая предполагает установку дальнобойных таких хороших американских ракет Абрам на советские платформы типа Бука, она действительно может передвигаться в районе линии фронта. Ну, либо у нас появились такие беспилотники, разработки у нас такие ведутся, а уже они, значит, могут проходить опытную эксплуатацию, те беспилотники, которые способны нести ракеты класса воздух-воздух. Это было бы просто замечательно, если бы такое было. Но получается, что однозначного варианта нет, а вариантов достаточно много. Однозначно одно, что наши зенитчики научились делать такие авиавоздушные засады, что вообще является ноу-хау в мировой практике ведения военных действий, поскольку зенитные конкурсы обычно располагаются и прикрывают районы. А тут у нас додумались до того, чтобы тайно, скрытно перебрасывать линии фронта, разворачиваться по-быстрому, четко фиксировать, что происходит в небе, выполнять задачи и быстренько возвращаться на исходные позиции, не подвергаясь ответным ударам. Фантастическое ноу-хау. Тут просто очень здорово. Вторая подобная засада эффективная. и я вижу, что у нас наметилась в небе, осторожно, так скажем, некая ситуация близкая к тому, что у нас произошло на море, когда отсутствие фактически флота не помешало нам крепко-крепко доставать агрессоров. Вот сейчас отсутствие авиации не мешает нам крепко-крепко доставать врага и воздухи. Сейчас широко также распространяется версия того, что российский Ил-22 в районе Азовского моря был поражен российским ПВО, которое защищает знаменитейший Крымский Керченский мост. Да и слава же. Вообще, честно говоря, бред не верю. Это сам воздушный командный пункт, очень защищенная система и, честно говоря, про его взлет все там знают. Но если какой-то истребитель, который отклонился от намеченного маршрута, я бы еще мог это предположить. А чтобы сбивать командный пункт, да нет, даже российские идиоты на это не способны. Вряд ли. Как вы думаете, если такие имеют место быть вот эти случаи нелицеприятные для российской армии, для российского командования, признают, не признают, или как с крейсером Москва будут вначале говорить о том, что все хорошо, а потом в результате буксировки утонул. Что произошло с Курском? Она утонула. А что произошло с ракетой над Воронежем? Она упала. Да, морозы также наступили. Не морозы наступили. Нам надо бить врага, и чем неожиданнее будут наши действия, тем лучше. Меня чрезвычайно радует, непрогнозируемое действие с нашей стороны, поскольку как небольшой боксер по весу и росту могут победить здорового бугая, но только за счет скорости неожиданных действий. Во всех остальных случаях более тяжелый боксер поиграет именно за счет своего веса. У нас схожая ситуация, поэтому нам надо действовать нестандартно и озадачивать врага. Подобные авиационные засады чрезвычайно здорово и эффективно. Я просто отмечу, что тот же комплекс Петро он, да, мобильный, он, да, на колесном шасси, но он по технологии, которая у него привозится, устанавливается, фиксируется в определенной степени и стоит на позиции. Он вообще непредназначен для того, чтобы его перекидывать. Это есть другие системы. Если мы ухитряемся использовать его в таком режиме, то это красавцы просто. То есть эффект неожиданности и нестандартные подходы это наше все? Правда. Александр, ну и политические новости давайте также обсудим. Состоялась уже четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской формулы мира. Состоялась она в Давосе и глава швейцарского МИД сказал о том, что вот эта встреча в таком формате она может быть последней на этом уровне. Также он сказал о том, что необходимо включить и Россию в переговоры. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал о том, что для всех украинцев самое важное победить в этой войне и власть не пойдет на заморозку конфликта, ведь Украине он не нужен, Украине нужен справедливый мир. Агентство Bloomberg уже по итогам встречи нам сообщает о том, что состоявшиеся переговоры завершились без четкого пути вперед. Известно, что и Зеленский летит в Швейцарию, посетит Давос, основную часть этого форума, основную часть этого мероприятия. Скажите, вот все, что связано с этим переговорным треком. Понятное дело, что ведется некая подготовка к глобальному саммиту мира. Я думаю, что вы также помните о том, что еще осенью минувшего 2023 года активно говорили о том, что вот этот саммит может состояться уже в феврале 2024 года. Что думаете об итогах уже четырех встреч советников и насколько мы близки или далеки от глобального саммита мира и Россию никто не зовет? Докладываю ситуацию на Тимотийском фронте. Если раньше она была у нас наиболее успешной и практически ведущей, то сейчас она явно отстает от тех вещей, которые происходят на фронте, поскольку на фронте все ожидали, что после нашего наступления, которое не достигло поставленных целей, наш фронт покатится назад и рухнет, а наши герои фронт держат, и они огрызаются и ведут активную оборону, то есть в данном случае происходящее на фронте лучше ожидаемого, так вот происходящее в сфере дипломатии хуже ожидаемого, то есть то, что мы сейчас слышим, это повторение другими словами того, что мы слышим уже при той самой лапши, которая потом вешивается в виде анонсов и обещаний на уши всем, включая не только украинскую, не только украинских граждан, но и граждан Европы и мира, никаких прорывов, никаких продвижений, к сожалению, нет, и тут надо понимать, что нашей стороне украинской, для того, чтобы настаивать на своей форму мира, которая включает полную деоккупацию всех территорий, надо продемонстрировать такую практическую возможность, план, с которого мы начинали натовский, он никак не предполагает, что солдаты того же Брюндесвера окажутся где-то под Харьковом, ну никак, они там собираются защищать что-то там в районе Прибалтики, в крайнем случае, и то сомнительно определенным образом, так что нам нужно продемонстрировать возможность к выполнению потенциальную готовность и возможности выполнения нашего же мирного плана, пока этого не происходит. Соответственно, все остальные в округе, в Европе в первую очередь, они склоняются к тому, что не можете победить, извольте договариваться, у них других систем нету, говорят, либо мы наносим быстрое поражение, как это было со стороны НАТО по отношению к Югославии, бах-бах-бах-разбабах, или там Ирак разбабах, или в этой самой бури пустыни, ну и все понятно, вопросов нет. Вот если вы не можете так, то извольте переговоры, а переговоры можно вести со всеми участвующими сторонами, в том числе и с Россией. И вот тут на этом месте все и завязывало, поскольку, ну, чтобы разговаривать с Россией, которая пытается действовать в ультиматумом, это бессмысленно, но тем не менее, но надо хотя бы в цивилизованном мире прийти к некой позиции. Вот эту позицию нащупывают, и никакого продвижения в этом направлении совершенно нет. И я не знаю, вот на этот процесс очень повлияет, как ни странно, проведение мобилизации. Если у нас сумеют дойти до нормальных позиций по мобилизации, что не принуждение, а привлечение, заинтересованность и прочее, 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 то есть проявление большей свободы и меньшего принуждения, если этот закон будет, и он заработает в этом смысле, и общество его воспримет, справедливость и привлечение на базе интересов. Тогда приток в армию новых бойцов покажет и Западу, что мы готовы решать, выполнять свой собственный мирный план. Если мобилизация пойдет коряво, к сожалению, есть для этого предпосылки, то, да, нас будут склонять переговорам не на наших условиях. Тут очень все жестко. Или можешь, или соглашайся на то, что делают другие. Ну, смотрите, в вопросе проведения нормальных параметров, нормальных подходов мобилизации Виталий Ким, председатель Николаевской областной военной администрации, говорит о том, что мужчины, которые избегают мобилизации, они не имеют права жить полноценной жизнью. Их ловит АЦК, и это нормально. Если ты, уклонист, и не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, то сиди дома. Бывают разные обстоятельства, ты боишься или не хочешь, но ты должен иметь ограничения, ведь не выполняешь то, что выполняют другие. Как вам такой подход? Я же говорил, что это вопиющий пример именно попыток принуждения к святому долгу. Святой долг, обязанность каждого гражданина защищать свою страну, его пытаются заставить сделать. Они забывают о справедливости. А для всех вот этих чиновников и работников, которые подписывают идиотские подписывают подпис, что коммунальное предприятие Пахмута, которое давно не существует. Какое коммунальное предприятие Пахмута? А оно у нас тендеры, оказывается, продолжает выигрывать тендеры, деньги выделяются. Вот всех чиновников, которые подобные тендеры подписывают, по-лисичамску коммунальное предприятие выигрывает тендеры. На секундочку, да? Вот всех этих, почему они не скованы, не ограничены и они не находятся на фронте и кровью не пытаются смыть вот этот вот позор. Куча всех этих бестельников, депутатов, которые абсолютно не нужны, поскольку они выполняют команды Офиса Президента. Какой функционал они поднимают руку, да все равно они выполняют команду, да пускай будет просто команда. А этих вполне можно провести депутатский там дивизию сформировать и так далее. Пока люди не видят вот этой справедливости, что мобилизация и ужасы войны касаются каждого, а не только тех, которые не могут отмазаться каким-то образом, откупиться или еще чего-то, она не будет идти. Александр, опять же, пример Израиля, вот тот список родственников, чиновников, министров, которые продолжают воевать с Палестином, вот у нас похожий список есть? Сомневаюсь. Нет, у нас есть отдельные примеры, когда отдельные родители своих сыновей правильно воспитав, они пошли на фронт. Я знаю несколько таких примеров, я, к сожалению, не много таких примеров знаю, но тем не менее, это семья, так сказать, воспитала патриота, и патриот выполняет свой долг. И есть жертвы на этом пути. Но даже Россия, блин, авторитарная, сообразила, что надо действовать заинтересованно. То есть они там финансами подкупают своих людей, у которых негде вообще заработать подобных денег, и они направляются, так сказать, на фронт с надеждой, ну, бог с ним, привьют тут в Украине, закопают, но я хотя бы семью обеспечу. Они пошли даже не загонять в армию всех, Россия, авторитарная, диктаторская. А мы пытаемся следовать по этому неэффективному, заведомо неэффективному пути, одновременно рассуждая, что мы, блин, боремся за свободу и демократические права. Ну, не связывается от этого едино, не работает, не прокатит, не прокатит это у власти, вот эта вот придумка. Рассказывает про демократию и занимается принуждением выявить у себя за скобки. Нельзя себя выводить за скобки. У нас куча силовиков, которые обеспечивают там где-то чего-то, куча всяких охранников, каких-то околовоенных учреждений, которые там с оружием несут тяжкую службу, мягко говоря, с кавычки, с иронией, они могли бы, ну, может, не на передовой, но где-то там вблизи линии фронта выполнять боевые задачи. У нас куча ресурсов, кроме того, чтобы ловить людей на улицу. А тех, которые там каким-то образом отказываются, ну, надо искать другие формы убеждения или всего-то. Но начинать, блин, с себя в советские времена. Так, Александр, вот в вопросе принудительной мобилизации, то, что анекдот хороший расскажу. Советская война, чем там комиссар отличается от партработника в ремонт застой. Вот комиссар говорил, делай, как я. А партработник говорит, делай, как я сказал. Вот наши исполняют партработников, а надо, чтобы они исполняли делай, как я. Так, Александр, сами же военные в вопросе проведения принудительной мобилизации говорят, а нам такие не нужны. Люди, которые не хотят воевать, которые не умеют, они или позиции подстают, либо убегут, какую-то подставу совершат. Зачем они? Ну, какой вариант? Какой вариант существует? Сжать его и пристрелить? Вот об этом говорят военные публично, открыто. Верховном Совете есть законопроект, даже безумие имеют отношения поддерживать законопроект, о возможности командира без суда и следствия разбираться с теми, кто не выполняет его приказ, либо просто ему не нравится. Там же на фронте не разберешься, без следствия и все такое. Да, вот они как раз пытаются идти, а я не понимаю, откуда вот эти молодые люди настолько четко ориентируются в сталинских, в сталинских методах заградотряды, право расстреливать, право принуждать. Если на проекте появится норма о формировании штрафбатов, я так понимаю, что вас эта норма не удивит. Меня-то не удивит, меня удивляет, откуда они этого сволочизма набрались. Кстати сказать, есть очень хороший такой страшный тест про фашистскую Германию, фашист, так сказать, концлагеры, там, пленные, один пленный, узник концлагеря, патлет, идти уже не может, ему там его пытаются поднять, СССР подходит, все, он не живет, закапывайте его, живем, закапывайте. И вот начинает набирать заключенных, ты закапывай, ты закапывай, и один из заключенных, как выяснилось в прошлом, в прошлом, граф, он отказывается, отказывается, у него вот горность, у него граф польский, и тогда что делает СССР? он дал команду заключенных закапывать живьем, узника, а тот отказывается, и практически все отвечают, он говорит, что надо поменять их местами, и вот тот, которого вытащили с ям, начинает закапывать. То есть этот ответ находят все цивилизованные люди мгновенно, то есть внутри наших людей, в том числе нашей власти, сидит вот этот идиотский сталинизм, до которого они не натягивают ни по каким параметрам. Господи, Боже мой. И Советчина вся эта самок, этот страшным образом сидит. Если мы хотим победить Россию, в первую очередь она становится не как Россия, а мы, увы, периодически наследуем худшие ее проявления, худшие, не лучшие. Политический аналитик Александр Кочетков был сегодня вместе с нами на Политеке. Александр, спасибо вам за этот разговор и также благодарю наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание, вежливо, но настойчиво. Напоминаю, друзья, те, кто еще не подписался на Политеку, пожалуйста, подпишитесь и также прошу подписаться на авторский канал Александра Кочеткова в Ютюбе. До новых встреч и берегите себя. До свидания.